Лина Жутаута. Тося Бося и мечтальный день рождения. Ура! День рождения! Самым радостным утром ликовала Тося Бося. День, день, день! Мой день рождения! Сегодня ко мне в гости придут мои монстры. Я их звала, обещали явиться, гордо сообщила Тося Бося маме. Это будет мой самый мечтальный день рождения. Что это еще за твои монстры? Монстров не бывает. Ни твоих, ни чьих на свете. Не болтай глупости. Золото, дорогой. Леди лучше причешись. А знаешь, сегодня у меня будут монстры, сказал Тося Бося папе. Мои монстры. Я их позвала. Ммм, загрустил папа. Когда я был мальчишкой, мечтал позвать в гости пиратов. Но приходили всегда тетя с дядей. Бабушка, бабушка, ты знаешь, Тося Бося дернул и бабушку западал. Придут погостить мои монстры. Нужно еще две тарелки. Я их подставлю, ладно? Да-да, моя сладкая замурчала-то. Печеница, бутербродики, тортики. Динь-динь! Зазвенел дверной колокольчик. Вот и первые гости. Приятели мамы и папы. За ними толпой повалили Тося Босины друзья со всего двора. Потом раздался еще один динь-ди-линь. По-моему, мы больше никого не ждали. Удивилась мама и открыла дверь. Мои монстры! Подскочила от радости Тося Бося. А мама, едва их увидев, лишилась дара речи. И вы бы видели ее лицо. Познакомьтесь, это мои трошила и прошила. Тося Бося любезно представила всем своих монстров. Они монстры, но не просто, а мои монстры. Вот это сюрприз! Кажется, больше всех монстрам обрадовался папа. Или просто удивился. Наконец, все сели за стол. Вкусности на день рождения – это так здорово! Гости начали уплетать все, что наготовила бабушка, и запивать смородиновым морсом. Некоторые ходят на дни рождения только ради таких вот угощений. Потом пили чай и ели торт. Как же вкусно! Хорошо еще, что бабушка приготовила два. На такую ораву гостей одного торта всегда маловато. Ох, эта бабушка – настоящая первотортная чемпионка! А у мамы все куски застревали в горле. Наверное, она лишилась не только дара речи, но к тому же и аппетита. Когда именинница рассмотрела все подарки до одного, настала пора поиграть. Для начала были устроены соревнования по командному Рёбу! Потом для всех начались прятки. Раз, два, три. Кто не спрятался – замри! Один монстр превратился в кресло, другой притворился мечом, хотя таких огромных мечей вы никогда в жизни не видели. А когда папа включил музыку, ноги сами пошли в пляс. «Мама, теперь ты поверила, что монстры бывают?» – спросила Тосю Бося. «Мои монстры!» «Поверила!» – улыбнулась мама. Она уже снова могла говорить. «У тебя замечательные монстры!» Когда я была маленькая, все ждала, что на мой день рождения прискачет сказочный принц на коне. Увы, он так и не появился. А я вот все жду пиратов. Прибавил папа и почему-то вздохнул. Прошло какое-то время, и в дверь опять позвонили. Тут уже не только мама, но и папа лишился дара речи. «Как тебе удалось?» – изумился папа. «Ведь на пороге стояли настоящие пираты, а еще принц, который был на белом коне!» «Обыкновенно!» – пожал плечами Тосю Бося. Надо очень и очень верить в своих монстров. А когда веришь, ничего не стоит узнать нужный номер телефона. И она показала записную книжку, в которой были записаны телефоны мягкого монстра, мохнатого монстра, а еще там был ковер самолета, пирата и сказочный принц на коне, и все-все-все телефоны на свете. Под конец уже всем стало ясно, что это был не какой-нибудь там обычный день рождения. Это был самый-пресамый мечтальный из всех дней рождения. Так закончилась еще одна «Сказка вслух». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. «Сказки вслух». Спасибо, что дослушали, и до скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова